Всех приветствую! Сегодня я покажу процесс черенкования с результатом. Покажу некоторые хитрости и тонкости на примере черенкования листа фиалки. Некоторые советы вы можете применить и при черенковании, например, гортензии и герании. Фиалка это довольно простой в размножении цветок. Он хорошо размножается листьями, однако не зная некоторые тонкости, результат может быть неудачным. Для размножения лучше брать лист из среднего ряда. Он должен быть среднего размера, не сильно большой и не сильно маленький. Срезаем лист у основания острым инструментом. Срез делаем наискосок для увеличения площади образования корней. Для ускорения образования калуса и корней я замачиваю листовой черенок в препарате домоцвет. Одну каплю развожу в 100 миллилитрах воды. Я оставляю лист в растворе на 12 часов. Спустя это время лист достаю и оставляю в покое на 30 минут. За это время срез запечатается и подсохнет. Данная процедура необходима для того, чтобы лист не сгнил. Высаживать лист я буду в легкую торфяную питательную почву с микро и макроэлементами. Если у вас есть различные добавки, такие как перлит, вермикулит, можете их добавить. Это будет только на пользу. Для того, чтобы черенок не заболел черной ножкой и другой болезнью, от которой он может погибнуть. Я использую биопрепарат на основе гриба триходермы. Называется он глиоклодин. Данный препарат выпускается в таблетках, которые удобно использовать. У меня вот тут 600 миллилитров земли, которые я также буду использовать для черенкования других цветов. На такой объем нужно раскрошить две таблетки. Одна таблетка идет на 300 миллилитров земли. Земля, как видите, у меня сухая, поэтому я ее смачиваю. Оптимальную влажность почвы можно определить, если взять ее в руку и сжать. При сжатии из нее не должна течь вода. Теперь земля готова. Заполняю ей стаканчик. Объем стаканчика для одного листа должен быть не меньше 100 миллилитров. Можно взять для посадки стаканчик объемом 100-200 миллилитров. Когда лист подсох, приступаем к посадке. Делаем неглубокое отверстие и высаживаем лист под углом. Глубоко лист сажать не нужно, иначе детки будут долго и с трудом вылазить. После посадки слегка утрамбовываем и убираем стаканчик в пакет. Создаем парник. Ставим лист в светлое место под рассеянные солнечные лучи или под фитолампу. Пакет не открываем около двух недель точно. Спустя 18 дней я решил достать лист из пакета. Как видно, благодаря тому, что мы создали парник, земля в стаканчике до сих пор влажная. А сам лист плотный и крепкий. Это говорит о том, что лист укоренился. И сейчас мы с вами это проверим. Как видно, лист весь в корнях. После образования корней скоро начнут появляться детки. Лист я, конечно же, обратно сажаю в этот же стаканчик. Теперь данный лист я буду поливать по мере необходимости и обрабатывать препаратом томоцвет, который я использовал вначале для замачивания этого листа. Для этого две капли препарата развожу в пол-литрах воды и опрыскиваю лист. Обратите внимание, что лист лучше опрыскивать в утреннее время. Также на обработанный лист не должны попадать прямые солнечные лучи, иначе он погорит. Повторять обработку можно раз в 7-10 дней. Такие обработки ускорят образование деток, улучшат их рост и повысит иммунитет будущих растений. Все препараты, которые я использовал в данном видео, вы можете заказать по выгодной цене с возможной доставкой на дом курьером по ссылкам в комментариях под этим видео. Переходите по ссылкам и заказывайте. Успешного вам черенкования! Спасибо за интерес к данному видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.